Здравствуйте, с вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. Достаточно длительный период, прошедший с момента выпуска предыдущего видео, не прошел впустую. За это время многое было сделано. Некоторая часть из полученных результатов будет показана в этом и последующих роликах. В прошлом ролике было анонсировано, что следующее видео будет посвящено катушкам с сердечниками. Скажу сразу, планы изменились. На поверку тема оказалась весьма непростой. Дело в том, что начав разбираться в ситуации, я понял, как мало мы знаем о самом, казалось бы, простом – структуре магнитного поля, окружающего одиночный прямой проводник с током. Результаты экспериментов показали мне, что реальная ситуация выглядит несколько сложнее той сравнительно простой картины, которую рисуют нам учебники физики. Посему придется вернуться немного назад и в деталях попробовать разобраться в особенностях распределения магнитного поля вокруг проводника с током. Итак, начнем. Со школы мы знаем, что в учебниках поле проводника с током изображается в виде концентрических окружностей. Они называются силовыми линиями магнитного поля. Понятие силовых линий появилось достаточно давно. В те времена набор инструментов для изучения структуры магнитных полей был весьма и весьма ограничен. Если разобраться, то все объясняется достаточно просто. Силовые линии показывают направление ориентации магнитных стрелок, помещенных в непосредственной близости к источнику магнитного поля. Вот так все банально. Вы можете сказать, а как же, скажем, железные опилки? Они же тоже формируют кольцевые структуры вокруг проводника с током. Дело в том, что тестички опилок, попадая в магнитное поле, за счет явления магнитной индукции, сами становятся маленькими магнитиками и после этого ведут себя в точности как магнитные стрелки. Ориентируются по полюсам внешнего поля, сцепляются противоположными полюсами, формируют цепочки и отталкиваются одноименными полюсами от подобных цепочек по боковым сторонам. То есть в основе лежит все тот же механизм. Вы не поверите, но это все. Никакого другого источника информации, лежащего в основе изображаемых во всех учебниках силовых линий, мне найти не удалось. Кажется невероятным, но несмотря на очевидный прогресс в средствах и методах измерения магнитных полей, понятие магнитных силовых линий, основанное на применении методов измерений более чем вековой давности, до сих пор является теоретической основой при обучении физики. Давайте попробуем, пусть и скромными имеющимися возможностями, посмотреть на озвученную тему новым взглядом. Широко известен факт, у магнитного поля проводника с током нет полюсов. Заметьте, на этот в общем-то совершенно необычный момент практически никто внимания не обращает. С логической точки зрения нам более привычна картина магнитного поля постоянного магнита. У поля такого объекта всегда есть северный и южный полюса, есть экватор, ну и условные силовые линии поля, куда же без них. Правда можно было бы порекомендовать изображать силовые линии магнита хотя бы вот таким образом. Ну да ладно, не это сейчас главное. Возвращаясь к проводнику, можно отметить, что утверждение об отсутствии полюсов у его поля правомерно только в том случае, когда в окрестностях нет стороннего объекта чувствительного к магнитному полю. Если таковой объект появляется и мы поднесем его к проводнику с током на достаточное расстояние, то иллюзия отсутствия полюсов разрушится. Мы обнаружим искомые полюса по обоим сторонам от оси проводника, если смотреть со стороны объекта. Однако поглядите, если мы повернем наш объект на 90 градусов относительно оси проводника, то расположение полюсов как бы переместится вслед за точкой наблюдения. Хотя сам проводник останется при этом неподвижным. Так где же именно в поле проводника находится северный полюс, а где южный? Получается, что расположение полюсов при наблюдении с магнитным полем проводника зависит от точки наблюдения. Не правда ли это выглядит несколько забавно для материального мира? Данное явление более похоже на квантовые эффекты, где позиции наблюдателя совершенно официально может влиять на результат наблюдения. Однако этот совершенно необычный с точки зрения физики факт по какой-то причине старательно обходится вниманием при изучении курса физики. Теперь приступим к самому интересному измерению. Напомним как выглядит скан поля проводника диаметром 2 миллиметра при виде на него сверху в плоскости проводника. Вроде бы подобное изображение мы уже демонстрировали, однако не стоит спешить с выводами. Все дело как обычно в деталях. Давайте сделаем поперечный срез значений напряженности и посмотрим на него внимательно. Вот в этих местах напряженность магнитного поля достигает максимума. Однако мы можем заметить странный факт. Расстояние между зонами максимальных значений напряженности составляет не 2 миллиметра, как можно было бы ожидать, исходя из диаметра проводника, а ни много ни мало 6 миллиметров. Как же так? Ведь по теории максимум напряженности поля должен приходиться на границе проводника, то есть расстояние между максимумами просто обязано быть около 2 миллиметров. Что же не так? Понятно, что в формировании значения напряженности поля участвует не один вектор, а множество, создавая суммарное значение напряженности. Однако во взаимодействиях с внешними макрообъектами участвует именно это интегральное значение, которое в результате и можно считать единственно достоверным. Обнаруженный факт заставил глубоко задуматься. Необходимо было разобраться в ситуации. В результате была выполнена большая серия последовательных сканов распределения напряженности поля проводника при изменении расстояния между сенсором и проводником. Сам проводник и ток через него на протяжении всех опытов оставался неизменным. Позвольте показать вам, что удалось увидеть. Начав с конструктивно минимального возможного расстояния между сенсором и поверхностью проводника в 1 миллиметр, мы станем постепенно увеличивать зазор и делать срезы. Для наглядности совместим полученные данные на одном графике. Мы видим, что с удалением от поверхности проводника величина напряженности ожидаемо снижается. Также можно заметить, что с расстоянием достаточно сильно меняется и форма кривой, отражающей закон изменения напряженности по строке сканирования. И самое главное, с увеличением дистанции до поверхности расстояние между максимумами напряженности также чувствительно возрастает. В этом стоило разобраться детальнее. Давайте попробуем понять, какому закону подчиняется изменение расстояния между максимумами в зависимости от дистанции до проводника. Отобразим полученные значения на графике и проведем аппоксимирующую линию через полученные точки. Что же получается? А получается, что расстояние между максимумами напряженности практически линейно зависит от удаленности от поверхности проводника. Интересно, а как полученное распределение максимумов будет выглядеть в пространстве? Давайте отобразим полученные расстояния в масштабе и совместим это с изображением проводника. Как мы видим, лучи, обозначающие пространственное расположение максимальных значений напряженности, представляет собой не вертикальные параллельные прямые, как можно было бы ожидать, а как бы лучи, расходящиеся в стороны, под достаточно большим углом. Интересен также вопрос, а как пойдут эти линии в сторону уменьшения расстояния до проводника? Дело в том, что измерить значение напряженности на расстоянии меньшем чем 1 мм от поверхности нам не позволяют ограничения существующего оборудования. Однако, поскольку направления максимумов представляют собой прямые, то можно попробовать чисто графически достроить их по направлению к проводнику. И тут случается необычное. Мы видим, что наши линии максимумов как бы исходят из геометрического центра нашего проводника. И еще получается, что в учебниках физики снова отражена истина, правда как всегда далеко не вся. На дистанции радиуса проводника от его центра, то есть ровно на уровне его поверхности, расстояние между максимумами напряженности равно и именно диаметру проводника. То есть на этом уровне все происходит строго по классике. На боковых поверхностях проводника напряженность поля максимальная и вектора напряженности направлены по касательной к окружности его внешней поверхности. Однако, как мы видим, это условие выполняется только на уровне поверхности проводника. При удалении от нее закон распределения максимумов существенно отличается от описанного в учебниках. То есть с набором высоты зона максимальной напряженности поля проводника как бы увеличивается в диаметре. Можно подумать, что это как-то можно ассоциировать с теми самыми кольцевыми магнитными линиями из учебника физики. Вот только в таком случае получится, что эти линии должны быть как бы изолированы друг от друга. И каждая из них должна иметь возможность создавать свой собственный рисунок максимумов в материале попавшего в ее зону объекта. Несмотря на то, что у поверхности проводника напряженность поля максимальна, она как бы локализуется внутри своей силовой линии и не проецируется на пространство выше. Хотя по теории вектор индукции должен быть направлен вертикально вверх. Однако, как мы видим, эта максимальная напряженность совершенно не влияет на распределение напряженности на следующем по высоте уровня. То есть зона ее действия, похоже, оказывается каким-то образом ограничена в достаточно маленьком пространстве. Как вы видите, вопросов возникает немало. О причинах обнаруженного явления необходимо достаточно долго и серьезно подумать. Возможно, у вас, уважаемые зрители, будут идеи на данный счет, которыми вы сможете поделиться в комментариях к ролику. А мы тем временем продолжим. Теперь давайте посмотрим, как распределяется максимум напряженности поля на одном и том же уровне от поверхности проводника при изменении его диаметра. Для опыта возьмем проводники диаметром 0,8, 2, 4, 6 и 8 мм. Выполним вот такой держатель из пластика. Он нужен для того, чтобы обеспечить расположение верхних поверхностей проводников разного диаметра на одном уровне по высоте. Снимем последовательные сканы всех проводников, выдерживая постоянное значение тока через них. Затем построим горизонтальные срезы напряженности и совместим их на одном графике. Мы видим, что расстояние между максимальными значениями увеличивается по мере увеличения диаметра проводника, а амплитуда максимальных значений чувствительно снижается. Напомним, ток через проводник остается неизменным во всех опытах. То есть, величина значения максимальной напряженности поля проводника, судя по всему, обратно пропорциональна радиусу кривизны его поверхности. Данная зависимость может быть отражена вот таким графиком. Подбором можно получить аналитическое выражение для данной кривой. А теперь попробуем понять, какому закону подчиняется изменение расстояния между максимумами в зависимости от диаметра проводника. Отобразим полученные значения измерения на графике и проведем аппроксимирующую линию через все полученные точки. Мы с вами снова видим линейную зависимость. И еще мы видим, что с ростом диаметра проводника отношение расстояния между максимумами к диаметру сильно уменьшается. Построим соответствующий график. Можно заметить, что если для проводника диаметром 0,8 мм отношение составляет 6,3, то для 8 мм проводника оно уменьшается до значения 1,4. То есть выходит, что закон распределения максимумов магнитного поля зависит также и от диаметра проводника. Предлагаю включить данный факт в список вопросов для обдумывания. Вот такие интересные факты иногда удается обнаружить в казалось бы простых опытах. И в заключении давайте проверим, как выглядит закон распределения напряженности поля по мере удаления от поверхности проводника по прямой перпендикулярной его оси. Учебник физики говорит нам, что такое изменение напряженности описывается законом Бью Савара Лапласа. Этот закон для случая прямого проводника с током выглядит следующим образом. Нас интересует нижний случай, когда углы симметричны. При условии достаточно длинного проводника значение косинуса будет стремиться к единице. В результате значение напряженности при постоянном значении тока должно описываться обратной линейной функцией от расстояния. Очевидно, что график подобной функции должен быть отображен в виде прямой линии. Давайте проверим, насколько данные утверждения соответствуют истине. Расположим наш проводник вертикально и заставим сенсор сканера двигаться по строкам перпендикулярно оси проводника с каждой новой строкой, постепенно удаляясь от его поверхности. Вот так выглядит скан распределения значений напряженности магнитного поля в пространстве около проводника. Мне удалось несколько усовершенствовать программное обеспечение, применяемое для визуализации результатов измерения. Теперь оно позволяет отображать полученные данные более доходчиво. Вот несколько примеров изображения полученного скана. Что ж, давайте посмотрим, как выглядит график вертикального среза значений напряженности, который, собственно, и будет отображать искомую функцию изменения напряженности магнитного поля в зависимости от расстояния. Мы видим, что срез напряженности, выполненный строго по оси проводника, показывает нам только шумы. Объясняется это просто. На сенсор действуют одновременно две составляющие магнитного поля проводника противоположных знаков. В результате датчик регистрирует нулевой уровень. Получается, что мы в 2022 году не в состоянии измерить значение напряженности поля проводника по его оси. Современные технологии измерения просто не могут предложить сенсор, с помощью которого это можно было бы сделать. Хорошо, тогда давайте проведем линию среза через зону максимального значения напряженности. Упс. Видимо, как сейчас выражается, что-то пошло не так. Полученная кривая нисколько не похожа на прямую линию. Скорее, это похоже на некую х-потенциальную функцию. Наиболее корректно полученная зависимость описывается вот таким полиномом. Вы спросите, а где же описанная в учебниках прямая? Неужели учебники искажают истину? А может быть, что более вероятно, моих скромных способностей просто недостаточно, чтобы осознать всю глубину смысла закона Био Савара Лапласа, опубликованного, напомним, в 1820 году? Попробуем найти ответ на данный вопрос. Давайте начнем смещать линию среза в сторону от оси проводника и посмотрим, что будет. Поглядите, постепенно форма кривой изменения напряженности начинает меняться. На некотором расстоянии от проводника наша кривая превращается, да-да, в ту самую прямую, описанную в школьных учебниках физики. И снова, мы можем констатировать, что учебники нас не обманывают. Они просто нам немного не договаривают. Очевидно, что не может быть никаких претензий к заслугам ученых прошлого. Они работали с теми измерительными средствами, которые были доступны в их время. И стоит только восхищаться, насколько поистине фундаментальные открытия были тогда сделаны. Вопрос в ином. Почему сегодня мы продолжаем пользоваться результатами открытий двухсотлетней давности без видимых попыток их уточнения? Как и во многих других формулировках законов физики, в данном случае все упирается в описание граничных условий, которых приведенная формулировка закона является справедливой. Часто эти самые границы по какой-то причине не указываются, из чего можно сделать не совсем верное заключение об универсальности формулировки закона. И вот сейчас практика в очередной раз нам демонстрирует, что описание граничных условий может в значительной степени скорректировать понимание некоторых физических закономерностей. В нашем случае было обнаружено, что закон Биусавара Лапласа касательно изменения напряженности магнитного поля прямого проводника с током от расстояния оказался применим только на значительном удалении от оси проводника. А вот в ближней к проводнику зоне эта зависимость имеет несколько иную форму. В связи с этим возникает вопрос, может все-таки не так уж бессмысленно иногда внимательно посмотреть на детали известных и, казалось бы, незыблемых законов физики. Надеюсь, что информация из сегодняшнего ролика даст вам, уважаемые зрители, новую пищу для размышлений и анализа. На всем позвольте завершить сегодняшнее видео. Подписывайтесь на наш канал, это позволяет видеть, что публикации интересны зрителям. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых роликах. С вами был Фантом.